Скандал с переселенцами в одной из престижных школ Ужгорода. У родителей школьницы требовали 3000 гривен на ремонт класса, покупку парты и констоваров. Семья денег не дала и поплатилась. Что произошло, расскажет Марина Коваль. Учебно-воспитательный комплекс «Престиж» в Ужгороде считают одним из лучших. В 2014 году семья переселенцев из Донецка устроила свою дочь сюда в детсад. Затем девочка перешла в начальную школу. Проблемы начались, когда семья отказалась заплатить взнос. 2900 гривен, как потребовал родительский комитет. Тетрадки, канцелярию, естественно, мы бы приобрели. Но то, что там ремонт, парты, мебель, коммунальные услуги, это обеспечивает государство. Глава родительского комитета начала по телефону требовать деньги. У вас не будет ни партии, ни шкафчика. То есть у вас не будет за чем сидеть даже. Потому что мы за свои грошечки не можем когда-то покупать. Говорите в 19-ю школу, там тебе ничего не нужно будет сдавать и приймут себе малую туда. А вот такой была реакция родителей, когда отец девочки пытался заснять собрание на видео. Я сказал камеру убрать. Руки убери. Убрать. Мы пришли сюда 1500 километров. Наши хлопцы там гинут. А я тут и школы, и садики собрал у своего кармана. Здесь все граждане Украины, которые наполняют государственный бюджет Украины. После инцидента родители решили в школу дочь не приводить. Учителя, говорят, ждут Юлю. Вот показывают ее парта и стул. Он, правда, отличается от других, поскольку родители не сдали деньги, его не обтянули мягкой тканью. Батьковские комитеты, согласно своего положения, они могут и имеют право самостоятельно собираться. То, что они требовали, до моего ведома не доносили. В городском управлении и областном департаменте образования пока в ситуации разбираются. То, что там есть в видео, ну, хай его квалификуют как вымогу, или не вымогу правоохоронные органы. Будь-який внеск, будь-якая участь батьков в жизни класса, или в жизни школы, является добровольной. И никто ни до кого ничего смешивать не имеет права. По словам директора школы, глава родительского комитета с журналистами встречаться отказалась. Семья Барушка после произошедшего переехала. Там оставаться довольно опасно, потому что были, ну, не знаю, как это назвать, угрозы, не угрозы. Мы в Киеве, вот, строились в школу ближайшую, приняли. Семья написала заявление в полицию. Пока идет проверка, уголовное производство еще не открывали. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород.